Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы продолжаем обозревать богов Skyforge. Сегодня у нас на повестке дня бог странствий. Бог странствий это первый бог, которого я вам посоветую открыть в принципе. Во-первых, потому что он открывается за тайные знания, которые мы можем купить как на торговой площадке, так и выпить при помощи культа. Я уже забыл даже где они продаются, сейчас я их найду. Но явно не здесь. А вот. Во вкладке вторжения за 1200 медалей мы можем купить 200 тайных знаний. Это довольно таки невыгодный курс, но тем не менее. Как возможность такая есть. Плюс по заданиям мы можем выполнять тайны Илеона, и они нам будут приносить по 20 кусков тайных знаний в течение полтора часа. То есть таких квестов есть два. Или они раз в сутки, я уже не помню. Я уже так давно их не выбивал, что это пипец. Ладно. Не будем о плохом. Вот здесь вот находятся вот эти вот задания. Желательно открыть их сразу два, чтобы получать сразу по 20. Собственно, давайте перейдем к Атласу. Атлас Богостранстве довольно таки широкая штука. И вот эти вот переходы, сейчас я вам покажу на примере. А тут уже и не видно даже, ну ладно. Вот, например, чтобы перейти отсюда сюда, вот открыть вот эту вершинку, нам понадобится тайные знания. По-моему, по 20 за каждый переход на вершинку. Сами вершины все открываются за желтые искры. То есть вам понадобится около 30 тысяч, 25 по-моему, тысяч желтых искр. Первые вот эти вот, вот до сюда, собственно, открываются без тайных знаний, дальше уже с тайными. Давайте-ка пройдемся. Этот бог существует для того, чтобы уменьшить стоимость превращения в божественную форму, если вы ходите в данжи соло. Также он многократно увеличивает силу вашего бога и хп. После его закрытия вы получите три неплохих символа. Первый это покровитель путешествий. Убийство монстра увеличит урон и скорость передвижения на 25% на 3 секунды за каждый уровень этого символа. То есть подумайте, 75% за убийство моба. Правда, баф на 3 секунды, но тем не менее. Круг жизни. Добивание противников восстанавливает 10% здоровья за каждый уровень этого символа. Работает как в PvP, так и в PvE. И восстанавливает вам 30% здоровья за добивание. Азарт битвы. Каждое применение на противника способности накладывает на вас азарт битвы. Эффект увеличивает на 0,3% ваш урон, собственно. Стакается до 10 раз. Прекрасные способности на самом деле. Использую, как правило, ну, в стандартном DD билде для PvE я использую и покровителя путешествий, и, собственно, азарт. Ладно. Стоимость превращения в бога в зонах типа звено уменьшается на 40%. Первый уровень символа покровителя путешествий. Стоимость превращения в бога в зонах типа местность уменьшается на 40%. Стоимость превращения в бога в зонах типа группа уменьшается от 20% до 60%. Если бог странствий находится в них один, но если к нему вступит кто-то в группу, божественная форма пропадает. Поэтому намного выгоднее вам ходить в соло. И поверьте мне, проблемы с богом власти, с верой у вас не будет. Также можно активировать гиперион, который вам раз в сутки приносит по два средоточия. То есть, ну, проблемы никакой нет. Урон способности власть бога увеличится от 25% до 50%. Ваш урон по целям под воздействием вашей способности власть бога увеличивается от 15% до 30%. Стоимость превращения во вторжениях уменьшается от 20% до 60%, если вы находитесь в них в соло. Стоимость превращения на аномалиях уменьшается от 30% до 70%, если вы находитесь там в одиночку, соответственно. Звездный поток. Урон от взрыва способности гнев бога увеличится на 25-30%. Иные правила. Количество выстрелов гнева увеличится от 1 до 2. Стоимость превращения в отрядах уменьшается от 20% до 40%. Стоимость превращения в группах уменьшается на 50%, по-моему. Или это не то? По превращению в зонах группы бог странцы получает дополнительный эффект, увеличивающий его урон и здоровье на 50%, если находится там один. То есть это усиление чисто вашего бога. Так. Давайте-ка пойдем направо. Талант круг жизни, который при добивании восстанавливает вашу хп. Стоимость превращения в бога во вторжениях уменьшается. Ваш урон в бою с 2, 3 или 4 противниками увеличивается на 3% за каждый уровень этого символа. Азарт битвы. Стоимость превращения в аномалках. В группах. Опять же. Да, это стоимость превращения. Еще один уровень круга жизни. Так, теперь по этой стороне. При превращении в бога в аномалках, бог странствий получает эффект, позволяющий в одиночку использовать резонаторы и увеличивает его урон и здоровье на 50%. То есть вы можете проходить эти деревья в соло. Просто превратившись в бога. Урон от взрыва, гнев бога увеличится на 50%. Иные правила еще добавляют один выстрел. Кера стихий. При превращении в бога в зонах типа отряд, бог получает дополнительный эффект, увеличивающий его урон и здоровье от 50% до 100%. Так, теперь давайте-ка пойдем по центру. Стоимость превращения в бога в зонах типа группа уменьшается на 40%. Сокрушающий свет. Стоимость превращения в группах уменьшается. Ваш урон в бою с 2-3-4 противниками увеличивается. Уровень покровителя путешествий. Стоимость превращения в отрядах уменьшается. Еще один уровень покровителя путешествий. Теперь пойдем налево. Азарт битвы. Стоимость превращения в бога на аномалках. Ваш урон в бою с 2-3-4 противниками увеличивается на 3%. Последний круг жизни. Стоимость превращения в отрядах. Последний азарт. Стоимость превращения во вторжениях уменьшается. Это баф на урон во вторжениях и хпшку. Урон способности власть бога увеличится на 25-50%. Ваш урон по целям под воздействием власти бога увеличится от 15-30%. И, собственно, последний. При превращении в бога в зонах отряда, бог странствий получает на 50-100% больше хп и урона. Ну, собственно, наносит больше урона, а не получает. Вот и весь бог странствий. Если вы его полностью откроете, вы, ну, как и всех остальных богов, о чем я не упоминал, к сожалению, в своих гайдах, вы получите две ячейки символов. Плюс к этому всему, закрытие бога странствий вам даст огромную экономию веры. Превращение, если вы будете ходить в группы, в звенья, в отряды, даже по вторжениям, будет значительно уменьшено. И вам будет намного выгоднее проходить их одному, потому что фармить те же вторжения, собственно, операции, в одиночку намного удобнее и быстрее. Этого бога я вам советую открывать первым, все-таки, потому что, ну, вы получаете божественную форму на 30 тысячах. Доходите вот до этих вот первых вершин, чтобы получать тайные знания. Плюс, если вы начали играть с ЗБТ, то у вас огромное количество пределов. То есть, как было у меня, у меня было около 100 тысяч желтых искр. Я их выформил, ну, где-то за месяц, наверное, в такой неспешной игры. И они у меня просто лежали. И по мере открывания, вот, собственно, богов, я их закрывал практически сразу. Вам сейчас не видно, правда, из-за моего логотипа. У меня сейчас 25 тысяч желтых искр. Мне нужно 30 для того, чтобы открыть бога обороны. Ну, собственно, когда в следующий раз прилетит Аканита, надеюсь, она умрет от моей руки. За ним я вам советую все-таки открывать бога знаний, но лишь открывать. Потому что там, ну, тратиться на него это не очень рационально. Закрыть его я советую последним. Просто потом вы докачаетесь приблизительно до 120 до 200 к престижа. И откроете, убьете интегратора, откроете бога власти, убьете Махавана, откроете бога охоты. Убьете Танатаса, откроете бога, собственно, войны. И где-то приблизительно на 600, на 550, на 600к вы убьете Аканиту и откроете бога обороны. По моему субъективному мнению, это лучший путь для развития, собственно, этого Атласа и открытия богов. Остался нам впереди еще один бог. Бога обороны я обозревать не буду, потому что у меня его банально нету пока еще. Впереди у нас бог знаний. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам этот гайд был полезен. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok